Друзья, это видео относится к курсу HTML Master, но это не восьмое занятие, а продолжение урока номер 7, потому что я там забыл рассказать вам еще несколько фишек про ссылки. Итак, в последнем занятии мы с вами знакомились с ссылочками и в основном мы их применяли к тексту. Так вот, ссылки мы можем применять не только к тексту, а сделать можем ссылкой практически любой элемент сайта. Например, давайте сделаем ссылочкой вот эту картинку. Для этого переходим в редактор, открываем наш файлик индекс.html и чтобы не писать заново ссылочку, давайте мы вот эту ссылку с вами скопируем. Так, вставим ее сюда, затем картинку опустим вниз, сделаем отступ, чтобы было наглядней в коде и ссылочку соответственно закрываем, так как это парный тег. Все, сохраняем изменения, идем назад и теперь при наведении на картинку вы видите, что она является ссылочкой и при нажатии мы попадаем на мой сайтик. Так, еще один важный момент заключается в том, что в старых версиях HTML мы не могли заключать ссылку сразу несколько элементов. Точнее могли, и это даже работало на практике, но валидатор ругался и кричал, что выдавал ошибку, что так делать нельзя. Сейчас в HTML5 это подправили и мы можем сюда заключать в ссылочку сразу несколько элементов. Например, давайте мы здесь разместим абзац и в абзаце напишем, так, логотип сайта или перейдите на сайт. Перейдите на сайт. Так, все отлично, переходим в браузер и смотрим. Так, обновляю страницу, вот видим у нас появилась ссылочка и при нажатии тоже попадаем на наш сайтик. И валидатор вот на такое ругаться-то уже не будет. Так, что еще? Давайте мы на нашем сайте сделаем импровизированную менюшку. То есть как бы CSS мы еще с вами использовать не можем, поэтому делать будем именно импровизацию. Сделаем давайте еще один тег HR, то есть линию заведем. И в, 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 точнее не в, а между ними напишем, так, первый тег А. Давайте. А, отлично. Закроем его сразу и здесь разместим атрибут шеф, равняется и напишем, например, знак решетка. Решетку я обычно ставлю, если ссылка пустая, точнее она никуда не должна вести, но в принципе она будет работать и вот так. Некоторые ставят так, но в принципе я всегда уже привык, использую именно пустую ссылочку и давайте назовем главное. То есть это переход, ну типа на главную страничку, да? Замечательно. Идем назад, смотрим, что тут у нас происходит. Вот видим главная, так ошибку выбил. Так, главная. Замечательно. Теперь давайте сделаем еще одну ссылку и, например, это будет наша вторая страница. Давайте напишем так, страница 2. Замечательно. Идем сюда, обновляемся. Видим, вот она у нас появилась. Пока тоже пускай она будет пустая, не будем ничего прописывать. Когда сделаем страничку номер 2, тогда и пропишем. И здесь давайте вставим несколько спецсимволов пробела, чтобы было расстояние. Вообще, если бы мы использовали стили, я бы использовал обычный список. Сделал бы его в одну линеечку, либо в столбик, как нам, ну как по дизайну необходимо было бы. И все это красиво оформил. Но так как стили мы еще не проходили, будем пользоваться тем, что умеем. Итак, вызываю я окошко. Так, окошко у меня не вызывается. Опять врекет глючит. Ну ладно. Давайте так. Прописываем, так, амперсант, где у нас он тут. Потом пишем nbsp, вот так вот. Это получается символ пробела. И давайте мы таких символов в штучки 3 вставим. Все. И у нас появится, так сказать, импровизированный отступ. Давайте мы обновимся. Видим, отступ появился. Что ж, замечательно. Так, теперь давайте мы с вами создадим новую страницу, так, которую уже будем использовать в следующем занятии. Здесь прямо, можете в папке создать, можете прямо в редакторе, правой кнопкой, новый файл. И здесь напишем page2, то есть страница 2.html. Замечательно. Так, и в этот page2 давайте мы скопируем весь код отсюда и вставим его вот сюда. Так, комментарий я удалю. Содержимое, кроме подвальчика, я тоже все поудаляю. И менюшки, вот так вот. Отлично. Здесь мы оставляем знак решетку, а здесь напишем, давайте, index.html. Так, сохранимся. А там наоборот. Тут у нас на главной решеточка пускай остается, а здесь напишем page2.html. Так, в принципе, все. Еще один момент по ссылкам, тоже чуть не забыл. Новички часто очень задают мне вопросы, как там сделать, чтобы при нажатии на ссылку скачивался архив, либо какая-то книга, либо там картинка открывалась и так далее. Все делается очень просто. Точно так же, как мы в ссылке отставляем адрес на какую-то страницу сайта, либо на сайт, точно так же мы можем оставить адрес на картинку. Давайте мы отсюда его спионерим, вставим его сюда, сохранимся. И теперь смотрите, давайте я обновлюсь. Теперь наша картинка и этот текст, они ведут на саму картинку. То есть, если вы посмотрите, то здесь видим вот наш, так сказать, домен, да, затем папочка images, затем logo png, да. Если мы щелкнем, то у нас откроется картинка. Точно так же вы можете оставлять ссылки на архивы, на pdf файлы и все остальное. Так, теперь проверяем менюшку. Главное остается на главной, страница переходит на страницу номер 2. И если мы здесь нажмем на главную, переходит на главную. То есть, все, в принципе, работает. И последнее, о чем я вам хотел еще раз сказать про ссылочки, это понятие, что такое относительный адрес и абсолютный. Смотрите, здесь все довольно просто. Если мы внимательно просмотрим наш код, то вы увидите, что здесь, ну даже вот тут мы оставляем картинку, впереди здесь ничего не дописываем, видите, да. Где еще? Наша главная менюшка, ну если ее можно так назвать, видим, мы здесь просто пишем page2.html. То есть, это все относительные адреса. Это адреса, которые не пишутся полностью. Смотрите, если брать адрес html.http.com Это абсолютный адрес, который ведет на главную страницу моего сайта. Так, в этом заключается разница. Давайте представим, просто представим, что вот эта страница, индекс html, она находится не на этом домене, а на домене mastercss.com, да. То есть, вот это как бы ее адрес, реальный, так скажем. Это все представляем, еще раз напоминаю. И при нажатии на его, при выборе, мы попадаем на эту страницу. Вот это полностью абсолютный путь, то есть, который указывается. Но, смотрите, на сайте мы здесь, получается, не дописали сюда page2.html или тут slash mastercss. Ну, просто мы тут пишем page2. Это относительный адрес. Но, если бы на моем сайте была страница page2.html, и мы бы написали уже вот так адрес, http.//mastercss.com и slash добавили, это уже абсолютный адрес. То есть, относительный адрес, это адрес, который пишется не полностью. И в этом случае, если мы адрес пишем с вами не полностью, а пишем относительный, то этот адрес добавляется к уже существующему. Например, давайте мы вернемся назад на наш сайт. Видим, сейчас у нас вот такой доменчик, как бы, ну, наш локальный сервер. 127.0.0.1.51632. Ну, это у меня, у вас может быть другой. Но, если, смотрите, я смотрю на ссылочку. Здесь у нас написано просто page2.html. Так вот, при наведении на эту ссылку, обратите внимание, какой адрес прописывается. То есть, там указан в коде относительный адрес, но сюда добавляется название нашего сайтика, то есть, изначально там, где находится наша страница. То есть, название сайта идет, и потом slash page2.html. То есть, браузер, когда мы используем относительный путь, он подставляет текущую ссылочку и добавляет тот путь, который мы прописали в ссылке, то есть, наш относительный путь. Вот так это все дело работает. Я не знаю, нормально я объяснил или нет, вроде все должно быть понятно. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Чуть что, оставляйте отзывы. И да, ставьте этому видео, видео дизлайк, за то, что я забыл рассказать это в прошлом занятии. Спасибо за внимание. На связи с вами был Сергей. Следующее занятие выйдет где-то через часика два. Субтитры подогнал «Симон»